А перед посмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать канал OneWeek. Парень делает действительно интересные и смешные видео и также иногда проходит игры. Поэтому, если ты заинтересован, то ссылочка на него в описании. Заходи и подписывайся на него, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Minecraft, в новую серию нашего шестого сезона с модом Pixelmon. И перед тем, как мы все вместе продолжим путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Ну что, ребята, мы начинаем с такого красивого места, которое я нашел. Это место там, где спавница Селеби, но все же, ребята, речь не об этом. А в первую очередь, давайте перейдем, как мы начнем. Я быстренько же вам хотел бы что-то сказать. Ребята, во-первых, ну не очень было круто то, что мы все-таки не набрали тысячу лайков на предыдущие серии Pixelmon. Но все же, так как я люблю своих подписчиков, вот именно даже тебя люблю, я все-таки выпустил для вас следующую часть. На момент записи сейчас, когда я записываю, а это уже второй день, то есть серия вышла вчера, это уже сегодня вечером, мы набрали только 840 лайков. За такое время мы уже набирали около тысячи с чем-то, и серия уже должна бы была даже выйти. Но почему-то в этот раз, я не знаю, то ли видео не зашло, то ли оно вам не понравилось, хоть я старался. Но, ребята, я все-таки выпустил, так как вы ждете Pixelmon, и я для вас постарался и сделал новую серию. Но я надеюсь, ребята, что такое не повторится. Я, честно, ну очень, очень стараюсь и очень просто-напросто я рад. Вот вы себе не представляете, как я рад, когда мы набираем, ну, нужное количество лайков. Вот, честно, ребята, это, наверное, самое большее, что меня радует. Я буду очень сильно рад, если мы наберем тысячу лайков прямо сейчас, потому что я обещаю то, что как только мы наберем тысячу лайков, то на следующий же день выйдет следующая серия. Если нет, вы знаете то, что я должен буду вас добавить в друзья вконтакте, сделать вам подарки и также расписаться у вас на стенки. Обещаю, ребята, и очень вас сильно прошу. Также не забываем оставить свои комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками в комментарии под этим видео. И не забываем подписываться на мой канал, и я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Я буду очень сильно рад. А мы, ребята, приступаем, и что мы будем сейчас делать? Мы в предыдущей серии выложили вроде двух покемонов, и мы взяли Лукарио как капитана. И знаете что? В предыдущей серии я у вас, ребята, даже спрашивал, какого следующего покемона вы хотите, чтобы я взял в команду. То есть мы выложили двух покемонов, взяли Хантера обратно, и я спрашивал, какого следующего покемона вы бы хотели. Это не босс, это случайно. Нет, это не босс, просто такой желтенький мне какой-то показался. Ну, нет, 20 уровень. Ну ладно. То есть, ребята, кого мы бы хотели взять? Я не помню, за кого мы голосовали точно, но вроде много людей хотели, чтобы я взял Ларвитара. Ещё кто-то там был. Дайте-ка я на секундочку отправлюсь домой, просто-напросто быстренько зайду в компьютер и посмотрю, что же, кто же у нас там есть. Ребята, кого нам взять? Ларвеста. Угу, 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 угу. Сиванла меня вроде просили. И также... А, да, да... А, давайте, давайте Ларвитара. Я ещё никогда его не качал, мне будет самому интересно его прокачать и посмотреть, что это вообще за чубзик. Да, ребята, может на остров пойдём, как думаете? Может на остров сгоняем? Тут вроде ещё и Сквертл может заспавиться. Ща немного тут потусуемся. Нам бы всё-таки Мастер Болл бы ещё на всякий случай, да? Кого мы будем сейчас прокачивать? Давайте Хантера, Скармори. Скармори 4 уровня. Давайте Амбриону ещё 2 уровня прокачаем, да? Лукарио прокачаем хотя бы до 70 уровня. После этого мы его всё-таки, наверное, уже выложим. Мне интересно, как Ларвитар эволюционирует. Ага, я посмотрел быстренько. Он эволюционирует, ребята, в финальную. Опять жопа, то сиська в одной серии зачешется, то жопа. Он эволюционирует в финальную свою эволюцию на 55 уровне. Да, это будет немного тяжеловато, как я немного так себе представляю. Потому что, ну, всё-таки 55 уровень, это можно сказать много. Но, 2000 опыта. Поке-хилл. Так, Ларвитар. А, какой это вообще тип? Я, честно, ребят, не знаю. Ага, понятно, понятно. То есть, земля, как я понял, да? Давайте я выключу шейдеры. Потому что ночью шейдеры это худшее, что может быть. Ну, зависимо от шейдеров, да? Может, там есть какие-то супер-гипер-пупер шейдеры, которые намного красивее ночью. Но у меня, к сожалению, их нет. Я бы нашёл. Но, ребят, честно, я искал многие шейдеры. Но ночью, ночью они всегда какие-то тёмные. Все шейдеры ночью какие-то реально тёмные. Поэтому я как-то, как-то, как-то не нашёл. Ладно, давайте мы ещё сейчас немного покачаемся. Вот видите, то, что мы уровни. Набиваем, добиваем. Но хреновенько то, что никого тут нету, с кого бы могли выпадать вещички. А вы знаете, чем больше вещичек, тем лучше. Потому что мы их можем продавать потом в магазине. И тем самым, тем самым зарабатывать себе на жизнь, да? На пропитание. Покупать нужные нам вещи. Продавать не нужные нам вещи, покупать нужные нам вещи. Поэтому я не знаю, ребят. Кто ещё может, где может ещё засваниться тот, кто нам нужен? Ну, в данный момент я не знаю, кто нам нужен. Ребята, давайте подумаем на секундочку. Дротини. Вот многие меня уже давно просили словить Дротини. Но это будет не так-то просто, ребят. Это будет не так-то просто. Мне кажется, Дротини нужно днём ловить. Дротини нужно днём ловить. Почему вы меня спросите, нужно днём её ловить? Потому что днём мы включим шейдеры, А с этими шейдерами вода просто идеальная, прозрачная. И мы можем летать просто-напросто над морем и смотреть, где есть Дротини. И будет ли она вообще там? Наверное, мы, ребята, этим сейчас и займёмся. Как вы думаете? Мне кажется, это будет классная идея, если мы в этой серии половим водных покемонов. Как думаете, ребята? Всё-таки мне почему-то хочется половить водных покемонов. Ну что, смотрите внимательно. Если я не увижу, то хотя бы вы, может, попытаетесь увидеть. Ну вот, всяких карваний я там вижу. Маджикарпов вроде. Ну, вроде, вот, тентакулы, тентакруэли, зубаты летают. Но в воде, если честно, пока что никого не вижу. В принципе, это будет очень просто заметить, потому что это долгая такая гадюка, можно сказать. Долгая такая змея. Если это, конечно, будет первая её эволюция. Ну, в принципе, дракон Эйд. Хорси. Или это Кингдра? Это тоже один из тех покемонов, которых я бы имел желание словить. Ну, давайте, перед тем, как мы... Ай-яй-яй-яй-яй! Твою нафиг. Я просто хочу этих Кинглеров зап... У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! У-ху-ху-ху-ху-ху-ху! У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Друзички! Может еще получится словить Вроде это утро, у нас было такое, что мы даже Доскболом днем ловили Это бред был какой-то Да, ну, как я сказал, даже получилось Херокроссы Хера ты пришел, притопал Хера ты, еще один нашавод И там еще один нашавод Вот тот же тик Ребята, я бы у вас хотел Спросить знатоков уже пиксельбона Я-то, может, и играю долго, но я не все знаю Есть ли ту гипи Вообще тут в моде пиксельмона Потому что я уже миллион раз видел Тот же тика, или как он там называется О, там лапрос был, у меня даже вроде Одна девушка, подписчица девушка Просила словить лапроса, поэтому Я если Попытаюсь, постараюсь, то может даже Слоем Если тот же, нет, как он называется Тогипи, да В этой версии Пиксельмона, я надеюсь, кто-то знает Ребята, если я найду пикачу Я вам обещаю то, что при следующей встрече с Пикачу Я его 100% словлю Я вам, ребята, это просто-напросто обещаю Но райчу я не буду ловить Я хочу словить как можно ниже эволюцию Чтобы потом самому ее прокачать Поэтому, ребята, я у вас спрашиваю Буду рад, если кто-то ответит Если вообще хотя бы кто-то знает Потому что, я говорю Тот же тика я уже много раз видел А то гипи ни разу Не знаю почему Здрасте, киллер 28 уровень Конечно, не прям ты большущий Но все же забабахать тебя можно Джилл, здрасте Маджикарп Этого уже нету Еще один Маджикарп Сколько там опыта идет? Да, не очень так много Краби Но, побить можно Если мы убьем всех твоих покемонов То это, по сути, уже получится Трэш чип Вот так Это уже получится, в принципе, около Тысячи опыта каждому покемону Две тысячи даже опыта Потому что тысячу мы уже заработали Еще тысячу Офигеть, ты прям Офигеть У тебя там что, 300 покемонов нафиг? Ууу, старью Ребята, что вы Нет, смотрите Мы даже заработали около Пяти тысячи опыта На каждого покемона Ну ладно Пяти нет, но Четыре тысячи сто процентов Вылечим Что вы, ребята, скажете По поводу старью? Мне кажется Это крутой покемон Чтобы словить И, в принципе, водных покемонов У нас, если честно Так много нет Вот сейчас То, что мы словили Ошавота Кто у нас еще там есть? Пиплопа мы уже давно прокачали И спиртла мы не словили Мы вроде ловили Тотодайла Да, у нас вроде есть там Тотодайл Который валяется в компьютере Вроде есть Я помню Но, в принципе Если мы в этой серии Словим Дратини Это будет очень 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 круто Я был бы нереально рад Если бы мы Хотя бы ее увидели Я не говорю Словили, да То есть Это уже как повезет Но Если бы мы ее Хотя бы увидели Это было бы Крыто Здрасте Пластой Толстожопый Сорок девятый уровень Нужно было, наверное Вылечить Лукарио Перед боем Но, мне кажется Он и так его задрюкает Как думаете? Да Четыре тысячи опыта Две тысячи опыта Эволюция Ларвитаров Пупитара Пупок Во Давайте мы его Пупок Давайте мы его Пупок Будем называть Я не знаю почему Пупитар Пупок Во Все Я прямо сейчас Переименовываю Пупитар у нас будет Пупком Я не знаю Почему Мне просто в голову Вот так Сразу же Пришло Пупок А что Прикольное имя Ребята Забирайте себе На сервера Используйте Я вам его дарю Пупок Прикольно Мне нравится Не знаю как вам Мне в голову Просто так спонтанно Пришло Ладно Смотрим дальше Давайте пока Пожрем немного Азумарилы Большой Стефан Здрасте Дальше Азумарил Азумарил Голубенький Азумарил А в принципе Можно даже убивать С них сырая рыбка Выпадает Сырую рыбку Можно забарыжить Ну с этого Не выпало Он жад Даней Ни хрена себе Мне на секунду Представил Что это Кьогра Там плавает Ну да Вряд ли Я бы туда попал Просто знаете Я так случайно Не понял Вроде ну Формой так Минимум Напоминает Кьогра Да потому что Кьогр А это Самурод там был Ребята Мне в этой серии Мерещатся легендарные Это там Самурод На другом острове Стоит А мне на секунду Показалось Что это Суйкун Ну если так Не прям Не прям Присматриваться Просто так У меня прям Лаги какие-то Лаги не с компьютером Не с майнкрафтом А с башкой Ладно Больше не лагаем Больше не лагаем Так Ладно Давайте Давайте вот этого Слоу пошу убьем Уровень мы прокачали Я не знаю Есть ли смысл В принципе есть Давайте Пупок Вот прикольно Стипути Путимути Стоим Да Если бы я еще попал Было бы Это не так-то просто Как мы вообще там Попадем Нам наверное Какого-то Подводного Покемона Нужно Который Плавать умеет Ух Старью Как бы Как бы Попасть В твою А хрен Его знает Честно Я хоть И от третьего О Так Стоять Не ребята Вряд ли мы туда сможем Нифига себе Как вода Красиво Смотрится Нам наверное Нужно Нет Это не то Что нам нужно Вот таким способом Даже если Драки не засваиваются То вряд ли мы ее Сможем найти Ух Нам нужно Какой-то другой Способ Придумать Кто он Ребята С покемонов Кто у нас Может плавать Под водой Я помню Мы на Киогре Плавали Да Нам нужно Сейчас Плыть Да залезь Ты нафиг Твою Твашу Таким способом Если мы сейчас Даже найдем Дратини То вряд ли Мы ее даже Так словить Сможем Потому что Сами посудите Если мы сейчас Не словили Вот этот Еще один Самурод Тут уже Наверное Пропал Да То что мы Сейчас даже Старью Не смогли Словить Как мы Словим Дратини А что Что вообще Горить о Киогре Да Вот что по поводу Райкваза Ребята Я еще не знаю То есть Как я уже сказал Мы устраивали Голосование Вроде Ну процентов Так 90 Было за то Чтобы я Заспавнил Райквазу Чтобы я не парился Потому что Не очень круто С ней Получилось Но я не знаю Я все таки Чувствую Что что то Это будет Не то То есть Мне не кажется Что это Какой то Честный Путь Будет Тоже Тоже Не честный Путь Был Что мы находились Посередине Пустыни В том месте Где спавнится Грудон А заспавилась Райкваза За нафиг 400 блоков От нас И пока я даже Нашел то место Где она Хотя бы Могла бы Заспавниться В том биоме Она уже Наверное Не знаю Сколько бы Раз пропала А поэтому Это в принципе Тоже не очень Так честно Да получается Ну С другой стороны Но Пупок Ты конечно Болотной У тебя имя Тоже крутое Но 33 уровень Ты вряд ли Что то сделаешь Тебе мне кажется Даже атак Еще нормальных Нет Так Вылечим Замечательно И шикарно Ну что В принципе Ребята Давайте Мы еще Сейчас Полетим Нам нужно Какую-то Схему Придумать Как нам Ловить Водных Покемонов Потому что Вы видите То что мы Сейчас Ту же Старью Нашли И мы Ее Даже Не смогли Найти А если Мы найдем Доротини То что Нам вообще Делать Не знаю И в принципе Это будет Отличный Способ Для того Чтобы Не падай В воду Пожалуйста Для того Чтобы Искать Фосел Потому что Вы знаете То что В океане Куча Фосела В принципе Мы можем Даже сейчас Поискать Там еще Старью Вот Есть Покемон Не выкидывается Вот Когда ты сидишь На другом Покемоне Когда ты сидишь На одном Покемоне То другой Покемон Не выкидывается Я не знаю Почему Они так Сделали Я никого Не вижу Вижу Иди сюда Звезда Морская Ты Звезда С буквой П Только Не умирай Там Пожалуйста Не умирай Не умирай Не умирай Старью 12 уровень Против Лукарио 48 уровня Залезай И не Выкобыливайся Замечательно Замечательно Ребята Покет Экс На 20% У нас Уже Заполнен Офигеть Как девки Пляшут Это круто 20% В принципе В конце сезона Если хорошенько Постараться Я не говорю То что мы сможем Справиться на все 100% Это будет чересчур Потому что 100% Это немного Даже тяжеловато Когда у тебя Есть покерадар А когда у тебя Нету покерадара Это мне кажется Вообще будет Тяжело Но мы хотя бы Попытаемся На 50-60% Посмотрим Я не знаю Куда сейчас Можно пойти Сейчас на 5 ночи Будет Селеби Может Селеби Хотя В принципе Какая В шопу Разница У нас И так Мастер Бола Нет Мы конечно Можем Попытаться Словить С помощью Даскбола Как вы Помните Ребят В предыдущем Сезоне Мы словили Легендарного Покемона Селеби С помощью Даскбола Это вообще Охренеть Было Прикиньте Сейчас еще Одна Райклая Заспавится Я бы Прям Офигел Потому что Потому что Потому что Возможно Знаете Всегда Такой Подлость То что Всегда Такая Подлость То что Мастер Бола У нас Нету И как Раз Кто-то Заспавится Да Но Вряд ли Это Будет Вряд ли Это Случится Кого Нам Можно Еще Словить Ну Пупок У нас В принципе 33 Уровень Его Нужно Прокачивать А ловить Я не Знаю Честно Какое Крутое Место Где Спаун Крутых Покемонов Я Если Честно Путешествовать Мы В принципе Можем Я не Знаю Джунгли Можно Пойти Попробовать Но Но Джунгли Вот Вот Допустим Джунгли В принципе Тут Тоже Может Хотя Самая Первая Дратини Которая У нас Вообще Когда-то Существовала Которую Я вообще Когда-то Ловил У нас Заспавилась В джунглях В воде Да То есть В каком-то Озере В джунглях Потом В последующих Сезонах Мы ее Вроде Всегда Ловили Где-то В океане Но Все Возможно Может И Мью Заспавится Если Мью Заспавится Я не знаю Ребят Я ее Конечно Попытаюсь Словить Теми же Ультраболами Я даже Может Ночью Дождусь И Попытаюсь Ее словить Даскболами Сколько У нас Там Даскболом В стаке Один Да Уж Нихерина тебе Уже так Кончаются Но Не факт То что Я смогу Словить А если Нет То мы Хотя бы Сейчас Немного Тут Поплаваем Поищем Да Старью Мы уже Словили То есть Все таки Получилось Первое Раза Может Не Получилось Но Со второго Мы ее Нашли Мы ее Догнали Мы ее Засунули В болт Мы ее Словили Сейчас Она Находится В нашем Компьютере Ждет Своей Очереди Чтобы Вступить Кады Вот эти Плавают Но Лучше Были Не Вот Эти Скоты Были А Лучше Было Бы Дратини Пожалуйста Дратини Пожалуйста Вылезай Ребята Давайте Все Дружно Попросим Дратини Вылези Потому что Все Хотят Дратини Было бы Вообще Круто Если бы Она Еще Шайни Была Я знаю Ребят Не нужно Горить Эдисон Нихрена Себе Ты уже Размечтался Шайни Дратини Ну Я Был бы Рад Даже Обычной Да Даже Такой Питютькой Питютенькой Питютенькой То есть Не важно Какой Размер Не важно Какая Натура И все Такое Главное Любая Дратини Это что Там Это Шахта Нифига Себе Шахтерка Большая Не так Это Просто Ребята Был бы У нас Покер Радар Дратини У нас Уже Процентов Так 100 Была Была Наверное Словили В первых же сериях Но Не все Так Просто Я еще Раз Повторяюсь Не все Так Просто В этом Сезоне Покер Радара По сути Сейчас Вообще Не существует То есть Я бы Может Затруднился При выборе Если бы Например Покер Радар Вышел Да Я бы Может Думал Стоит Ли Ставить Покер Радар Или Продолжить Сезон Без Покер Радара Я бы Вот Тогда Затруднился А Сейчас Вообще Нету Никакого Выбора Потому Что Покер Радара По сути Вообще Не существует Пупок Мы пришли Тебя Дальше Прокачивать На поле На поле Вирла Кто Там Голдак Охренеть Вы Круто В бой Вступили Вот Это Чукча Симпатичная Вот Это Чукча Хуак Зир Я надеюсь Это его Первая Эволюция Нет Не Первая Эволюция Но Я так Быстренько Сгонял Посмотрел Первая Эволюция Или Нет Но Мне кажется Первой Эволюции Нету Допустим Поке Спавн Вупер Нет Есть Первая Его Первая Эволюция Это Вупер Значит Первая Эволюция Все таки Присутствует В моде Но Я не знаю Присутствует Ли Ее Спавн Эволюция То Может Присутствовать Но Ее Спавн Может Быть Не Добавлен Так Как Например Эликид Присутствует В моде Но Эликида Нельзя Словить В этих В этих Новых Версиях Это Не Маткип Ребята У него Нету Спавна В многих Версиях Разработчики Сделали Так Что Его Можно Только Спаривать Когда Ты Спариваешь Электобаза Да То Может Получиться Эликид Его Спавн Отключили Немного Хреново Если Честно Но Что Поделать Также Может И Вупера Нету Спавна Может Это Тоже Знаете Я Не знаю Там Только При Помощи Спавна И Вообще Не Добавлено Его Не Спавн Не Даже С помощью Скрещивания Да Там Парирование Потому Что Вы Ребята Вы Никак Не Можете Получить Магби Разработчики Еще До сих Пор Не Добавили Спавна Магби То Магби Это Первая Эволюция Магмара Она Присутствует В моде Но Она Не Спавится И Даже Когда Ты Спариваешь Двух Магмаров Или Спариваешь Диту Магби Не Получается Получается Еще Один Магмар Мы Вроде Даже Это Пробовали В Предыдущем Сезоне Мне Многие Подписчики Даже Даже Говорили И Люди На Моих Серверах Поэтому Вроде Нет Не Знаю Посмотрим Я Вот Вспомнил То Что Тут На Болотах Спавится Матки А Я Припоминаю То Что Вроде Меня Кто Недавно Просил Как Раз Ловить Матки Дружок Я Постараюсь Ты Сейчас Смог Заметить То Что Мы Нашли Уже Вторую Эволюцию Матки По Марш Том По Но Не Успел Ребят У меня Иногда Такое Ищущение Что Я Если Ты Убьешь Я Всю Твою Семью Зарежу Честное Слово Нет Ребят Я Конечно Шучу Но Если Сейчас На Наших Глазах Другой Покемон Убьет Матки Другому Покемону Повезло Матки Ты Всегда Был Один Один С Любимых Покемонов Которых Я Всегда Уважал И Любил Пожалуйста Ребята Давайте Мы его Дружно Попросим Матки Не будь Творюгой Но Почему У меня Есть такое Ощущение Что Он Как раз Ею И Будет Потому Что Если Он Ею Не Был То Он Ловился Хотя Был Немного Думал Вот Как Сейчас Ловиться Или Нет Вот Словился Матки Пушка Матки Пушка Ты Прям Чудо Засосал Бо Если Был Ну По Дружески Да То Что Ты Нас Все Так Не Предал Как Наш Один Любимых Покемонов Твою Мать Почему Я Не Могу Выбрать Как Один С Наш Любимых Покемонов И Все Так Он Тебя Сейчас Сам Убьет Круто Там Еще Один Толстачок Толстачок Стой На Месте Стой На Месте 40 Уровень Нифига Тебе Тут Может На Болотах Даже Круто Качаться Мне Кажется Я Даже Тут Поставлю Вейпоинт И Мы Даже Иногда Сюда Будем Приходить Это Вроде Большие Болота Можно А Почему Нет Почему Нельзя То Крутые Покемоны Свамплэнд Да Как Добавлять Вот Это Вот Почему Свамплэнд Да Так Вот Замечательно Круто Тут Принцип Ну Маткип Мы Уже Словили Тут Кофинги Могут Быть Кто Еще Тут Может Быть Кто Спавится Только На Спавится Тут Принцип Еще Рядом Вот Этот Биом Есть Где Иви Может Заспавиться Мы Может И за Иви Иногда Сгоняем Когда То А не Иногда Ну Иногда За Нею Тоже Нужно Ходить Иви Это Еще Те Сволочи Сволочи Так Ну Больше Я Вроде Никого Не Вижу Как Только Я Сказал Что Тут Иногда Спавятся Крутые Покемоны Крутые Покемоны Как Будто В тот же Момент Вымырли 26 Уровень Не Хочу Анжелочки Наши Любимые Анжелочки Тут Еще Нихрена Себе Большущие Горы Есть Возле Да Твою Мать Тут Вообще Какой Набор Возле Этого Болота Да То Там Где Иви Спавится Там Где Я Не знаю Может Бишарп Да Вашу Мать Да Я Не Могу Никуда Запрыгнуть Я бы Сейчас Еще Какой То Скрин Вот Допустим Крутой Сделал Вот Так Я Не знаю Ребят Я Люблю Как Я Уже Сказал Наверное Мне Нужно Было На Фотографа Какого Типа Потому Что Я Люблю Скрины Делать Ну Каких Крутых Пейзажей Да Но Я Не знаю Есть Тут Вупер Дайте Нам Вупера Пожалуйста Я Дат Ваш Когда Я Хочу Поменять Покемона Он Не Меняется Когда Я Не Хочу Он Каким То Образом Берет И Сам Меняется Я Вообще Не Кликаю Туда Охренеть Просто Эти Баги Ладно Мне кажется Можно Уже Валить Отсюда Парасек Наверное Ребят Можно Валить Мы Быстренько Домой Потопаем Выкинем Все Вещички Где Я Потерялся В Собственном Собственном Доме Твою Нафиг Я Даже Выговорить Не Могу Это Выкинем Это Выкинем Ага 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 Я Не Знаю Там В принципе У нас Еще Есть Шанс То Что В Наши Рыбацкие Сити Могло Что-то Словиться Но Не Вариант Да То Мне Кажется За Такой Маленький Отрывок Времени Никто Толком Там Не Словится Может Что-то Есть Но Немного Чего Поэтому Наверное Все-таки Мы Мы Не Будем Много Там Засиживаться А мне Кажется Ребята На этом Принципе Уже Можно Даже Заканчивать Эту Серию Я Надеюсь То Что Она Вам Подравилась Давайте Немного Дальше Убегу А то У меня Почему-то Всегда В доме Большущие Лаги И Не Представляю Почему Я Буду Очень Сильно Рад Если Вам Новая Серия Вышла Я Реально Был Немного Расстроен Но Я Думаю Я Хотя Хочу Надеяться Что Такого Не Повторится Если Вы Хотите Видеть Новую Серию Пиксельмона Сразу Как только Мы Наберем Тысячу Лайков То Все Что У вас Ребята Требуется Просто Поставить Этот Лайк Потому Что Если Мы Все Дружно Соберемся Вместе Наберем Тысячу Лайков Поэтому Ребята Все Зависит Только От Вас Я Буду Очень Сильно Рад Вы В первую Зачем Делаете Того Человека Которого Вы Смотрите Видео Очень Счастливым Потому Что Вы Себе Не Представляете Ребята Как Лайки Цены Кто Думает Что Ты Лайки Выпрашиваешь Ребята Лайки Ничего Не Дают За лайки Ты Ни Копейки Не Получаешь Мне Просто Хочется Ребята Если Вам Не Лень Поставьте Я Буду Очень Рад Также Не Забываем Оставить Комментарии Я Общаюсь Своими Подписчиками Кто Не Верит Тот Может Проверить Оставить Свой Комментарий И Увидев То Что Я На Него Отвечу Если Это Будет Какой Адекватный Вопрос И В принципе Ребята Также Не Забываем Подписываться На Мой Канал Ведь Я Люблю Своих Подписчиков Как я Уже Только Что Сказал Я Общаюсь Со Своими Подписчиками Поэтому Если Ты Хочешь Стать Лично Моим Другом Хочешь Вступить В нашу Большую Дружную Семью Все Что Тебе Требуется Это Просто Подписаться На Мой Канал В первую же Семь